26 марта 2022 года Шри Шиман Бхактивидан Тавана Гасвай Махарач, Ширу Пасанатана Гасвай Мунг, Ширу Пасанатана Гаудия Мат. Прежде всего, прилагаю свой поклон моим духовному чтению. Прилагаю поклоны всем Машнам важными. Итак, вчера был день явления Шри Вастакура. Мы обсуждали славу Шри Вастакура вчера. Шри Вастакура, он присутствует во всех лилах Господа, в Сатте Трета Два Пара Йогу, также в Павле Йогу. Он Нара Дариша. Он присутствует и питает все лилы. Сейчас в эту Коль Йогу этот Нара Дариша проявился как Шри Васт. Он помогает в лилах Махапрабху. Он присутствует в его лилах. На самом деле, основная причина, почему проявилась Рама-лила, то есть Нара Дариша, он ответственный за проявление Господа Рама. Рама-лила настолько прекрасна, но сейчас мы помним о Шри Вастакуре. Однажды Махапрабху пришел в дом Шри Вастакура. Шри Вастакура сидел на возвышенном положении, и все преданные сели рядом с ним. И неожиданно Махапрабху сказал, о Шри Вастакуре, скажи им, как ты пришел на путь Бхакти? Потому что в жизни всех живых существ, если мы проанализируем, были определенные причины, почему мы пришли на путь Бхакти. Потому что ты можешь сказать, почему мы пришли на путь Бхакти? Почему ты оставил свою семью? Ну, не семью, извиняюсь. А, кто-то приехал... А, это в городах к преданному обращается. То есть кто-то приехал в вашу деревню, рассказал Хари Катху, и вы оставили свою деревню, приехали сюда. Но многие слушают такой же Катху, как и вы. Но ты только один приехал, другие не приехали сюда. Потому что я хочу сказать, то, что Махапрабху спросил этого Шри Вастакуре, он сказал, «У Шри Вастакуре, как ты пришел на путь Бхакти? Как ты стал ващнавом? Скажи мне это». Потому что из-за сахмскар предыдущей жизни ты смог оставить свою семью. И получив знания, это учение, постепенно ты пришел на путь Бхакти. Бхагавадгити, Бхагаван говорит. «У Шри Вастакуре, как ты стал ващеном?» Скажи правильно, артистик. Есть четыре вида людей, если у них есть сукрити из предыдущих жизней, то четыре вида людей придут на путь Бхакти, достижения Господа. «О, Раджуна, я скажу тебе, Кришна сказал Бхагавадгити». Четыре вида людей, как они могут прийти на путь Бхакти? Первое – арто. Арто означает тот, кто очень сильно страдает в материальном мире. Если у такого человека есть сукрити из предыдущей жизни, то такой человек будет совершать Бхагавадгити. Потому что столько людей страдает в этом материальном мире, но они не приходят на путь Бхакти, не так ли? Поэтому арто, вот эти вида людей, то есть первое – арто, те, кто страдает в этом материальном мире. И пример Гаджандры. Гаджандры – слон. В предыдущей жизни он был индрадюмным махараджан. Но из-за проклятия Гастериши он стал слоном. Цариндадуме стал Гаджандрой. Итак, что случилось с Гаджандрой? В конце жизни он предложил цветок Господа. Он позвал Господа. Поэтому в Гаджандрой там описывается эта история. Итак, Гаджи Гьясо. Гаджи Гьясо – те, у кого есть настроение, вопрощение. И пример. Это Мушан Акадди Риши. Бога там приводится их мина. Атарти – это другая категория. Те, кто хотят деньги, те, кто ищет богатство. Пример тому, другому харадж. На самом деле, он оставил свой дом, потому что он захотел стать царем. И его мальчика сказала Друве. Она вначале спихнула его с колен своего отца. И она сказала, о, ты хочешь сидеть на коленях своего отца? Да, вначале ты должен сидеть, вначале ты должен родиться из моего лона. И для этого ты должен поклоняться Бхагавану. Он необычайно расстроился. И он отправился в лес, чтобы совершать Бхагавад. Бхагавану поклоняться Господу. И гьяния – это такие, как четыре и четверо кула. И они захотели слиться с янием Господа. Но затем они стали совершен Бхагавадом. В Бхагаваде говорится. Ардо – те, кто страдают. Джигесу – те, кто воплощает, как Шауна Кадь Вариши. Артарти – те, кто хотят денег, как Друва Махарадж и гьяни. Такие, как четверо кула. Однажды Махапрабу спросил Шиваса. Шивас, как ты пришел на путь Бхакти? Скажи мне. К примеру, как все вы пришли на путь Бхакти? Как вы пришли в Гавдима? Скажите мне. Наверняка есть какая-то причина того. Не просто так вот случайно занесло вас. Если вы пронизируете собственную жизнь, то вы получите ответ. Как, например, кто-то страдает материальной жизнью, поэтому люди пришли. Есть определенные причины, наверняка. То есть, прямо или косвенно все пришли по какой-то причине. Но наверняка за всем этим кроется Сукрити. Ну, так или иначе. Читая-нибудь, как Прабу спросил Шиваса. Шивас, скажи мне. Как ты пришел на путь Бхакти? Как у тебя появилась эта сильная вера в Господа, в Бхагавана? Тогда Шиваса так рассказал. Прабу, ты знаешь все. Ты своим Бхагаван. Ты все знаешь. Просто, чтобы научить людей этого мира, ты задержишь вопрос. И в этот момент Шиваса очень смиренно сказал. О, Прабу. Я родился в семье Бхагавана, но я не следовал. Есть шесть видов деятельности, которые должны совершать Бхагавана. Я занимался семьями, с этим нашим дурной деятельностью. Однажды мой сон, и этот Бхагаван сказал, ты знаешь, что тебе остался один год жизни. И он так вот указывал, тряс своим пальцем, ругал меня. И я проснулся. Это было время Брахма Мухурты. Сейчас проговорится, если вам что-то снится в Брахма Мухурту, то это весь час он. Шиваса сказал, Прабу, когда я услышал это в своем сне, я так испугался, я проснулся весь в поту, и мое тело все сотрясалось. И после одного года я умру. Я это понял. Я не говорил никому об этом сне. И однажды я задумался, что же мне делать? Итак, однажды неожиданно я увидел одну шлоку в Бриханна Радия Пуране. Неожиданно я зашел эту шлоку, и в этой шлоке говорилось Я нашел эту шлоку, я увидел ее. Тогда в своем сне я подумал, я должен повторять цветы имена, потому что в Кады-юге нет никакого другого пути. Поэтому я стал повторять цветы имена. И каждый день я стал ходить в собрание Девананда Пандита, чтобы слушать его Харикатху. Это Пандита стал рассказывать Харикатху, он рассказывал Бхагават Акадху. И я стал погружать, когда слушать, то есть я слушал с первой песни, и когда я в седьмой песни стал описывать Харикатху прохватную палатину, на самом деле это уже прошло уже. И на тот момент, 364 дня того сна, это был мой последний день в моей жизни, я понимал это. И Девананда Пандит, он описывал историю о славе прохват Махараджа. И я сидел на балконе, и в своем сне, я подумал, о, сегодня, последний день в моей жизни. И я увидел, как солнце садится на западе, вы знаете, как вот солнце, когда оно садится, оно так красиво все освещает, освещает все западное направление этим алым сиянием. И я почувствовал, что моя жизнь заканчивается, подходит к концу. Я подумал, о, Бхагаван настолько милостив, как Бхагаван спас прохват Махараджа. Вы знаете эту историю. Хирани Каширко, он всевозможным образом пытался убить прохват Махараджа. Он скидывал его с горы, бросал под ноги слонов, но Бхагаван всегда защищал его. И, раздумывая прохват Махараджа, Шрива сказал, я подумал, как же Господь защищал прохват Махараджа. Но, конечно же, прохват был преданным, поэтому Бхагаван защитил его. Но в своей жизни я не совершал никакого баджана. Прошло 16 лет моей жизни, и теперь ему должно было вот-вот исполнить 17 лет. Теперь был последний день его жизни. И я плакал, слезы текли из моих глаз. Я сказал, прабу, в этот момент... То есть вот сразу как-то зашло солнце, у меня закружилась голова, и я упал на землю. И я не знаю, что произошло, но позднее я узнал, что случилось. На самом деле я оставил свое тело, и я умер. И мое мертвое тело взяла моя семья. Но через некоторое время, жизненный воздух вернулся в мое тело. И Маха Прабу спросил Шиваса, Ширвас, попробуй вспомнить, когда у тебя закружилась голова, и ты упал с этого полкона. Ты где-то со второго этажа от упал на землю. Ты помнишь, что там произошло, и Шиваса сказал? Прабу, а этот Брабан, который пришел в мой сон до этого, этот же Брабан взял меня на руки, когда я упал. И Маха Прабу сказал, Шивас, скажи мне, кто был тот Брабан? О чем ты думал в тот момент? И Шивас плача и плача сказал, о Прабу, по твоей милости, Я повторял святые имена, поэтому ты сам взял меня на руки, на самом деле, ты сам вернул мою жизнь обратно. Читань Маха Прабу сказал, о Шивас, это правда. На самом деле, это был я, тот, кто пришел в облике Брабана в твой сон. И так же это был я, кто пришел как Брама, и я взял тебя на свои руки, и я вернул тебе твою жизнь обратно. Настолько удивительная история Шиваса. Если кто-либо хочет прийти к лотосным стопам Маха Прабу, Маха Прабу будет рассматривать такого человека, как своего собственного. Столько, в шестрах описывает столько историй о славе, Шивас Такура, читание Кави, читание Чадрити. Во многих книгах описывается Лила, Маха Прабу и Лила его преданных. Как Шивас служил Маха Прабу? В особенности, у Шиваса было столько привязанности и любви к Маха Прабу. Вчера я сказал, что младший брат, младший сын Шиваса посреди ночи расставил тело. И в это время Маха Прабу совершал намасанкирту на доме Шиваса в то время. И все преданные воспевали святые имена. А в другой комнате лежало мертвое тело этого мальчика. И мать и матери плакали. И Шиваса посреди Киртана пришла туда. И он сказал всем этим женщинам, Если вы будете громко плакать, это побеспокоит намасанкирту на Маха Прабу. Если вы помешаете его санкиртане, то я не стерплю этого. Если вы будете продолжать плакать, как вы это делаете сейчас, то я брошусь в Гангу, покончу с собой, бросившись в Гангу. Таким образом, Шиваса успокоил всех женщин. И пока проходил намасанкирту на Маха Прабу, он не хотел, чтобы какой-то звук успокоил ее. И неожиданно он спросил Шиваса, Маха Прабу спросил Шиваса, в ходе намасанкиртана в тот день, что-то благоприятное произошло в твоем доме сегодня. И Шиваса очень смиренно сказал, ты напрямую Бхагаван, ты Нама Прабу, ты его вращение святого имени. Нет разницы между Господом и его святым именем. И ты сейчас здесь. Читай Маха Прабу, это Бхагаван, Шри Хари. И сейчас тот же самый Хари воспевает свои святые имена. Потом представьте, там присутствует Шри Хари, и он повторяет Шри Хари Намо. Поэтому невозможно, чтобы что-то неблагоприятное произошло. когда воспевают святые имена, тогда все неблагоприятное отступает. И все невзгоды, которые они не разлеттонут в повторении С Того имени. Но Маха Прабу все знает. Он сказал, Шри Хари, не скрывай от меня ничего. Я знаю, что... Я чувствую, что что-то неблагоприятное произошло. И, услышав это, Шри Васта Кур, заплакал, он сказал, О, Прабу! Аплили, джо баста дья, гои аплили, истедус ке апли. То, что принадлежит тебе, ты забрала, ты поэтому не проблема. Шри Васта Кур, он не сказал напрямую, что мы с ним мир. Он не сказал этого. Он сказал, ты дал мне богатство, сейчас ты забрал его. Богован, тот, кто дарует, и тот, кто затем все забирает. Поэтому ты дал мне богатство, в виде ссыля. На самом деле, Шри Васта Кур хотел сказать, Прабу, ты дал мне этого сына, и потом ты забрал его. Поэтому в чем проблема? Никакой проблемы нет. И Маха Прабу сказал, О, Шри Васта, я хочу пойти в ту комнату, где лежит тело твоего сына. Маха Прабу вошел туда, увидел мертвое тело, сына Шри Васта. Он лежал мертвый. Маха Прабу положил свою руку на грудь мальчику, и тот неожиданно ожил. И Маха Прабу спросил, а где ты был? А мальчик сказал, О, Прабу, ты приводишь джив, и куда бы ты их ни отсылал, они отправляются в то место. То есть, туда, когда ты меня послал, я оттуда пришел. Потому что на самом деле, по желанию Господа, живые принимают рождение, и умирают. Жизнь и смерть живых существ происходит по желанию Господа. Вчера я сказал, все мы собрались здесь. Как это произошло по желанию Господа? Когда происходит по желанию Господа живые, они направляются в различные направления. И они создают различные взаимоотношения друг к другу. «О, этот человек, это мой отец, моя мать». И мы связаны этими привязанностями Майи. Ну, получается так, что человек там приходит, а когда он уходит, вы плачете. Эти мои мать и отец из какой жизни? То есть, на самом деле, эти отношения очень временные. Возможно, в другой жизни вы были их родителями, те, кто сейчас ваш отец и мать. Сейчас вы поменялись. Мы должны понять это. И из уст вот этого мальчика, сына Шриваса Такура, через него Махапрабхуан дал замечательное учение. И подобная история также приводится в Капилла Девахуди с Амбадишем от Боготам. И вот этот вот мальчик, сын Шриваса, он дарвал все вот эти истины. Боготам также объясняется. Вчера я упомянул, если вы берете пригоршню травинок и бросаете в волю реки. Какое-то время эти травинки плывут вместе. Через какое-то время все эти травинки начинают плывать в различные направления. Кто-то на восток, кто-то на запад, кто-то на север, кто-то на юг. Какие-то травинки прибиваются к берегу, другие травинки продолжают плыть и даже могут попасть в океан. И потом, куда они деваются, никто не знает. Кто знает это? Читание Читание Чиретамрити все это описывается. Также во время потопа гигантские деревья люди, ой, извиняюсь, деревья вырываются с корнем и также несутся, попадают в океан. Эти деревья потом прибиваются в различные пляжи, прибиваются к различным землям или так и блуждают в океане. Но какие-то деревья или травинки прибиваются к берегу. Таким же образом дживы они блуждают, плавают в этом потоке времени. Таким же образом дживы в материальном мире такое с ними происходит. То есть мы блуждаем в материальном мире и потом мы попадаем в луна матери. Потом рождаемся и строим всевозможные взаимоотношения с членами своей семьи. Вот это мой отец, моя мать, моя сестра, мой брат, мой муж, моя жена. Столько всевозможных взаимоотношений. кто-то уходит в начале, кто-то уходит в конце. То есть не факт, что муж и жена умрут в один день. Кто-то раньше умрет, кто-то позже. На самом деле это может произойти в любой момент. Шриваса не факт, не факт, не факт, не факт. Поэтому благодаря славе Шриваса, сына Шриваса, то есть Махапрабу, через этого мальчика даровал столько учения живым этого мира. Иногда они направляются, иногда живые направляются на сваргалопу, иногда на низшие планеты, иногда становятся господинами, иногда слугами, иногда получают возвышенное положение. Иногда мы становимся царями, а иногда как покрошайки. Но сейчас в это время мы так связаны иллюзией Майи, полностью сбиты с толку. И после этого сын Шриваса сказал Прабу, пожалуйста, милостиво, пожалуйста, пошли меня обратно в то место, где я находился. Таким образом, Шриман Махапрабу Горасундар благодаря через сына иллюзии иллюзии надживом этого мира. И разумные люди оставляют иллюзии этого мира и направляются в бхакти. по пути бхакти. очень много историй о Шривасе таком. Несмотря на то, что сам Шривас мог цитировать бхагават прекрасным образом, но есть люди, которые дают бхагават и получают возвышенное положение. Некоторые те, кто читают бхагават они погибают. То есть Майвади они тоже дают бхагават Девананда пандит. Несмотря на то, что Невананда пандит был великим чтецом бхагават но не шел по пути бхакти. Девананда пандит был великим чтецом бхагават но он не шел по пути бхакти. И однажды Шривас такур слушал от него бхагават девананда пандит в тот момент пел гопи гито на самом деле Девананда пандит у него был очень красивый голос он очень красиво читал бхагават и в том собрании пришел Шривас такур и бхагават 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 и когда Девананда пандит прославлял гопи гито в особенности лива разлуки гопи Шривас такур начал плакать и слушатели которые рядом сидели они подумали откуда взялся этот безумец он беспокоит харикат хо невозможно слушать они стали критиковать Шривас такура откуда взялся этот безумец такая замечательная харикат хо он тут сидит и плачет Девананда пандит он слышал что они говорили но ничего не сказал против этого поэтому это было оскорбление стопам преданного Шривас такура Шривас слышал и он стал плакать от премы и и те кто слушали Девананда пандита они выгнали Шриваса из того собрания есть две вещи Гранта Бхагаватта и Бхакта Бхагаватта Гранта Бхагаватта и Бхакта Бхагаватта Гранта Бхагаватта это значит что вы сможете то есть вы можете изучать книгу только лишь когда вы осознаете чистого предмета такая истинная концепция поэтому Шривас Бхагаватта Сарасвати Такур Прабхупад во времена то есть он сказал про Шривас Бхактей Сарасвати Такур он сказал о Прабхупад я хочу послушать Шривас Бхагаватта и в те времена был замечательный бандит хороший бандит который очень хорошо объяснил Бхагаватта я забыл его имя как-то там его звали Ачарья Дэв что ли у него был там один титул две Коран сейчас там связь перебывалась у привычка минутку , у них мая ачарья мая дэв ачарья нова вон с центром мая ачарья мая ачарья мая бхагаватта нэгэл бхагаватта и бхагаватта сказала мая бхагаватта Но есть один преданный, который занимается служением в нашем саду, его зовут Ваишнав, да, вспомнил? Преданные сказали, да он же никогда не изучил бхагават, у него даже нет знания санскрита, он просто там сажает растения в садике. Но Прабхат сказал, нет, Ваишнава даст, этот Ваишнава даст, на самом деле он знает бхагаватам. Если вы хотите постичь бхагаватам, то вы должны это изучать бхагаватам под руководством преданного и приняв прибежище Махапрабху, вы должны изучать бхагаватам от того, кто полностью предался Махапрабху. Те, кто выражает почтение преданным, они знают бхагаватам. Поэтому есть гранта бхагавата, книга и бхагаватам преданные. Шила Горго Винбекаса Махарач говорил, на самом деле чистые преданные это дживанта бхагаватам, это живущие бхагаватам, потому что благодаря своему поведению эти преданные, они показывают, все что описывается в общем от бхагаватам, это Ваишнавы, живущие, живой бхагаватам. Если вы хотите изучать бхагаватам, вы должны это делать под руководством Ваишнавы и приняв прибежище у Господа читания Махапрабху. Это гранта бхагавата Панди. Он не запретил своим ученикам поступить так с Шивастакуром, поэтому это была Ваишна аппаратка. Если вы ничего не делаете, когда видите дурные поступки, то есть молчание означает, что вы принимаете это, вы заодно. То есть Дванадам Пандит, он как бы сам ничего не сделал, но его так называемые мученики, они выгнали из Шивастакура из того собрания, они непочтительно относились к нему, поэтому это было также оскорблением у Двананды Пандита. Но приняв общение с Вакрешвара Пандитом, успехили Двананды Пандит, так или иначе он смог понять, что он совершил к Вашнава Парадху и в итоге он получил новость в Махапрабху. В Раджа жил один Пандит в Агуре Мулите в собрании Нанды Махараджа. Здесь описывается о нем. То есть я так понимаю, наверное, это Двананды Пандит, Милах Махапрабху. И позднее Махапрабху он даже разорвал книгу Шимат Багава там Двананды Пандита. Махапрабху пришел к Двананды Пандиту и он сказал, что что за Багава там ты читаешь, если ты не можешь понять, кто такой чистый преданный, поэтому что это за чтец в Шимат Багава там? Мы должны постичь славу чистых преданных. Мы должны понять Вашнав, почтить их. Мы должны почтать Вашнав в соответствии с их уровнем. Если вы относитесь к Канештхе как к Кутамадыкари Вашнава или наоборот к Кутамадыкари Вашнава вы относитесь как к Канештхе, то тоже оскорбление. Поэтому кто, на каком уровне? Вы должны все это знать. Поэтому в Падишамрите объясняется Кришнете Масагиритам Манасадриет. Это описывается в Падишамрите, что тот, кто хотя бы один раз произнес имя Кришны, вы должны почитать такого человека в своем уме. Если человек повторяет без оскорблений, вы должны почитать его. Если кто-то повторяет без оскорблений, в своем уме вы должны почтить такого человека. Почему? Почему? Потому что все равно такой предчеловек, он не принял предприятия у истинного гуру, но так или иначе, он не получил дикша мантры, но все равно он повторяет святые имена. А после получения дикша мантры в гуру, вы должны обожать пранаму в своем уме. Человек, он получил дикшу, но все еще самбана дьяна с Господом не проявилась. В этом стихе есть слово «чет». То есть, когда у человека появляется самодогьяня, знание в взаимоотношениях, тогда выражаете ему пранаму. И вы должны тому служить, какому преданному. Тому, кто лишен всякой критики, ни о ком не говорит дурно. Вы не должны никого критиковать, просто повторяйте имена Кришны. Вы должны общаться с такого рода преданными. И также человек, который является Бхаджаном Виге, тот, кто искусен в Бхаджане, он искусен в совершении Бхаджаны Саддана. Тот, кто постоянно погружен в Ваш Такалявилу, такого рода Утам-Утам-Бхагавата. Вы должны стремиться обрести настроение такого Утам-Бхагавата. Я вот вкратце расскажу. Бхактистан Царасадип Прапой Пад, он дал комментарий на эти стихи. Как мы должны общаться с Ваш Такалами? Как общаться? Как понять, кто такой? Конечно, Мадам или Утам-Бхагавата. Есть три вида, конечно, Бхагавата. Конечно, 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 мадям и конечно, Утам. Есть три вида Мадхи Мадхи Кари. Мадхим-конечта, Мадхим-Мадхим и Мадхим-Уттам. Также есть три вида Уттам-Бхагавата. Уттам-конечта, Уттам-Мадхим и Уттам-Уттам-Бхагавата. Но мы должны с кем общаться? Очень тяжело общаться с Уттам-Бхагаватом. Например, Горкий Шардас Бабаджи Махарач. Он Уттам-Уттам-Махабхагавата. Он жил на берегу Ганги и питался глиной. Три дня он постился. Бабаджи Махарач, примите шаг. О, сегодня в Гадыше, на следующий день. Бабаджи Махарач, примите на Духаре какое-то еду, пожертвование. Нет, сегодня, Гадыше, на третий день. Примите какой-то прессаут. И он сегодня тоже Гадыше. Но на самом деле, когда наступал день Гадыше, Горкий Шардас начинал кушать рис, да, сабджи. То есть, порой мы не можем понять внешние деятельности Уттам-Бхагавата, потому что он погружен в Бхагаву. Итак, все признаки Уттам-Бхагавата описываются в Писании. Вот почему Шилы Бхакти-Стан Сарасватика Корпы по договорил. Я очень хочу получить дик, что у Горки Шардас Бабаджи Махарача не из-за его внешнего отречения. Не из-за его внешнего отречения. Я не хотел получить дикшу из-за его внешнего отречения. Почему? Бхакти-Стан Сарасватика Па в собственной биографии говорил. Я видел, что Горки Шардас Бабаджи Махарач в своем сердце у него была возвышенная Бхакти. Есть одна статья, которая называется «Вы должны осознать, понять, увидеть Вайшнава». То есть, к Вайшнав в какой категории он относится? Итак, мы говорим о том, как получить общение с Маддем Маддикари. Каковы признаки Маддем Маддикари? Маддем Бхагавата, как говорится в этой шлоке, Маддем Бхагавата, у него четыре признака. У него «Према», «Майтрик», «Криппа» и «Убекши». Четыре вида взаимоотношений. Утам Бхагавата этого нет. Утам Бхагавата он видит, «О, все совершают Бхаджин, все поклоняются Господу». Кто не служит? Все совершают Бхаджин. Вот почему Утам Бхагавата не проливает милость. Но когда Утам Бхагавата не сходит, то есть, когда Утам Бхагавата как бы его настроение, он проливает свое настроение как Маддем Маддикари, тогда он может дать милость. И у Маддем Маддикари есть четыре вида деятельности. «Према», «Майтрик», «Криппа» и «Убекши». «Према» у него любовь ко всем. «Майтрик» означает, что он развивает три вида дружбы. «Майтрик», «Югта Майтрик», «Криппа», «Югта Майтрик» и «Севасту». «Югта Майтрик», «Югта Майтрик». То есть, у него есть три вида дружеских отношений Маддем Маддикари. То есть, он дружит с равными. «Према» Майтрик Криппа, «Он дает милость». «Те, кто против преданных, кто против Господа, тот, кто критикует, он их игнорирует. Но лучшее общение, это общение с Маддем Маддикари. Самое лучшее, если мы будем общаться с Маддем Маддикари, потому что, если мы будем общаться с Утам Маддикари, порой мы не сможем понять его настроение, потому что Утам Бхагавата, он всегда погружен в прему, пометует Аштакалявилу. Если время входит в сердце кого-либо, то у него проявятся всевозможные признаки. Иногда он будет кататься по земле, иногда он будет плакать, иногда он будет кататься по земле в пыли. Почему? Иногда он будет чувствовать встречи, иногда разлоку. Когда он памятует Алила встречи, он смеется. Когда он памятует Алила на стране разлуки, вирахе, кто такой преданный, очень сильно плачет. Существует множество предзнаков Утам Бхагавата, и также существует множество категорий преданных. Бхагават Париша Дхапрапта – это Утамута Махабхагавата, кто это? Нарадариши. Пример того Нарадариши. Следующий бит – это Нирдута Акашай. Человек, который полностью лишен, у него нет никаких препятствий, как Шукадавгаслами, он тоже Утамбхагавата. И другой уровень – это Мурчита Акашай. Пример Мурчита Акашай – это тоже Нарадариши, но когда он родился как сын служанки. Вот эти три категории являются Утама Бхагаватой. Есть три категории – Утамутам, Утамадиям и Утам, конечно. Если вы будете видеть Утамбхагават, если вы просто увидите Утамбхагавату, то прямо войдет ваше сердце. Судагаслами описывает славу своему гурдову. О, Шанакадириши, послушайте, мой гурдов Шукадавгаслами был необычной личностью. Когда он родился из Ломасов своей матери, тут же он побежал в лес. Шукадавгаслами рассказывал Харикаску Парикшит Махараджу. И когда он родился, у него не было никаких самскар. Он родился как 16-летний юноша с очень красивым, здоровым телом. Он был прикрытым, как наполовину раскрывшийся лотос. И тут же он устремился в джунгли в лес. И за ним побежал его отец, взывая, Хапутра, мой сын, вернись. Но Шукадавгаслами даже ни разу не обернулся, чтобы увидеть своего отца. Весадавгаслами звал Хапутра, мой сын. И эхом от деревьев отзывался его голос, говоря, «Какая Сапутра? Кто твой сын?» То есть деревья, они так вот эхом отзывались. На Шукадавгаслами он бежал в лес. Рядом было озеро Саровара. Там были женщины, Апсары. Они были обнаженными. Они мывались там. Еще когда Хапутра приближал мимо них. То есть эти девушки ничего не почувствовали, когда Шукадавгаслами поднажен и прошел мимо них. Но когда туда прибежал Весадавгаслами, то все эти Апсары, эти девушки, они вышли из этого озера. В виде этой ситуации, Шукадавгаслами спросил, «О, мой 16-летний сынок прошел здесь». Вы, увидя его, ничего не почувствовали, но я пожилой человек. Вы как мои правнички. И у меня седые волосы, седая борода. Столько морщин. И увидев меня, почему вы почувствовали стыд и вышли из воды и оделись? Но эти девушки ответили, «А, что я хотел этим сказать?» То есть Шукадавгаслами – это Нирдута Кашай. Он тоже Утаммаха Бхагавата. Просто увидев такую личность, даже деревья таяли от премии. Сейчас строгописывается, когда Шукадавгаслами вошел в лес. Просто от запаха, Шукадавгаслами от рома твоего тела, все деревья обрели премию. Премия проявилась в их сердцах. И как слезы стали катиться из деревьев. То есть вот сок стал струиться. Даже деревья растаяли, увидев Шукадавгаслами. Поэтому, кто такой Утаммаха Бхагавата? В читании Бхагавати, в читании Шритамрите объясняется, если вы увидите такую личность, то прямо проявляется в вашем сердце. То есть вы увидите такого человека, такую личность, и тут же прямо проявляется в вас. В шастрах описывается Утаммутам Махабхагавата. В читании Шритамрите говорится, почему же я не родился в то время? Потому что если бы я родился как Махапрабху, Махапрабху давал прямо всем в Южной Индии. Махапрабху был посреди множества преданных. Так очень тяжело было увидеть его. Но все, кто видели Махапрабху, тут же прямо проявлялось в сердце такой личности. А те, кто видели тех людей, кто увидел Махапрабху, также прямо проявлялось в их сердцах. Поэтому Махапрабху направлял такого рода Бабху абсолютно всем, кто его видел. Вот почему Махапрабху необычайно милостив и исчезлев Махама Даньяна. Когда Рупа и Санатана встретили Махапрабху в Рама Келли Грамме, в первый раз они зажали в своих кустах соломинку и Рупа и Санатана упали на землю в поклоне перед Махапрабху. И они стали повторять вот эту вот мантру как бы поклоне. Намо Махама Данья Кришна према проявляет и Кришна, и Кришна Актай Тадабхактай Намо Махапрабху. Махапрабху – это Махаваданьян, в высшей степени щедрый. Увидев его, человек, он тут же очищается и получает прему. Так почему же я не родился в то время? В этом стихе говорится. Кто написал этот стих? Мне кажется, народом Достокуру. Он написал, почему же я не родился в те времена, Махапрабху. Если бы я родился тогда, тогда мне не нужно было бы совершать саддан и баджан, просто увидев Махапрабху прямо богословное сердце. Так же, как и о Шукадеве Госвами здесь говорится. Даже деревья, когда они видели Шукадеве Госвами, на самом деле они чувствовали аромат, исходящий от тела Шукадеве Госвами, когда этот аромат касался их тел. Он дал прекрасный пример. После совершения баджана и саддана, он получил божественное тело Диви Шариру. И к царю пришла божественная колесница. И сейчас из них пропустила. В общем, этот Махарачан сел на колесницу. И он сказал пославникам Вайкунхи, Вайкунха Дутам. О, отвези меня по направлению к Арике. Ну, ты же отправляешься на Вайкунху? Нет, но я хочу отправляться в то направление, к Аду. И Вайкунха Дута, посланники Вайкунхи, они взяли этого царя, поместили на колесницу. Нарака была очень далеко. Но они очень рядом, когда они подлетели, даже близко к Нараке, то все двери Нараке Ада открылись. И все двери Нараке, когда царь это увидел, он поразился, что-то произошло. Неожиданно все двери Нараке тут же открылись. Как вот. Вы, можете, увидели по телевизору за первым вирусом столько людей умерло. Ну, в общем, тут же все двери Нараке открылись. И все грешники проявились четырех рукам облики и отправились на Вайкунху. Этой ссоре приводится в Пуранах. Когда Махараджи говорили, что Махараджи, что все грешники ушли из ада, и Махарадж в медитации понял, что произошло. Я Махарадж в медитации увидел, о, вот этот вот царь, который совершал Баджина Саддану, просто от аромата его тела, вот этого воздуха, который коснулся его тела, просто из-за этого аромата двери Ада открылись. И из-за этого все грешники освободились и отправились в духовный мир. В шастрах это описывается. Поэтому, так или иначе, общаясь с Суддобатой, чисто преданным, вы получите плод. В приходе Бхагаватамрите Санатхангхи Нагасвами сказал, описывается слава Садду Санге. Прочитайте эту главу. Последняя глава Бхагаватамрите в этой главе Санатхангхи Нагасвами описывает о славе Садду Санге. Там описывается слава Садду Санге. Если вы увидите такого святого, просто увидев его, получив его даршин, что и говорить о Бхагаватамрите Саддане, для вас все будет устроено, просто увидев его. И увидев такого святого Садду, высочайшего Садду, просто от аромата его тела, если он коснется вас, если этот аромат его тела коснется вас, тогда все ваши грехи будут уничтожены, и вы отправитесь в свобитель Господа. В Шастрах описывается это, но как такое возможно? Это называется абитарка. Вы не можете спорить с этим. Это находится за пределами вашей логики. То есть благодаря святому невозможное становится возможным. Не так ли? Поэтому описывается столько славы общения Садду. Святой может сделать все, что угодно. Если он хочет, то все для вас будет устроено. Если он не хочет, то нет. Если у вас есть вера, то вы будете достичь Господа. Если вы движены только лишь логикой и аргументами какими-то, то вы будете очень далеко от этого. К примеру, жил святой, который день и ночь читал Бхагавата. Он погружался в Геннамарк. Нарада пришел к этому человеку, к этому святому. Геннамарк спросил Нарадо. Откуда он ход? И святой спросил, чем занимается Бхагаван? Вот есть иголочка. И вот в дырочку иголочки Бхагаван продевает слона через эту дырочку. И слон выходит с другой стороны. Вы поняли, что это? Нарадо Реши сказал этому Дьяни Садо. Ты хочешь знать, чем занимается Бхагаван в Новопинхе? Он берет иголку и берет гигантского слона и просовывает его через дырочку этой иголки. И слон выходит с другой стороны. Дьяни Садо сказал, да это безумство какое-то. Что ты говоришь такое? Это же невозможно. Вот там Нарадо Реши пришел к Моче человеку, который чинит обувь. Этот сапожник он все время повторял Рам, Рам, Рам. И Нарадо пришел к этому человеку. И тот человек он тоже спросил Нарадо, чем занимается Господь? И Нарадо Реши ответил то же самое. Чем занимается Бхагаван? Берет слона и засовывает его, продевает его через эту дырочку иголки. И сапожник поразился. О, Бхагаван настолько милостив. Что это значит? Бхагаван — это тот, кто делает невозможное возможным и возможное невозможным, поэтому он Бхагаван. Но у вас должна быть вера. Не просто читать книги. У вас должна быть вера. А вера приходит из самскар с предыдущих жизней в общении с саду также. Поэтому верьте, братья мои. Услужите, делайте все, что угодно, но с верой. Если у вас есть вера, то вы достигнете. Но благодаря логике вы ничего не достигнете. Или благодаря спорам. Вы не можете понять всего благодаря логике Писаной. Таркак апратиштинат. Таркак апратиштинат. Вы не можете установить вишайвасту, то есть понять Господа благодаря логике или какому-то воображению. Я не говорю, чтобы вы не читали книг, но шастра седанта необходима. Необходима. Поэтому Шила Бхакты Ракха Сидар Гасвами Мухрадж в этой прекрасной статье написал. Вы можете тоже почитать. Каково общение, каково деяние общения с саду. Садана Гасвами говорит, даже если саду будет говорить материально, вы должны просто садиться перед ним и слушать. Гордаф не рассказывает Бхагават Катху. Поэтому зачем садиться перед ним? Да, лучше уж прогуляться. Пойду-ка я в храм, займусь чем-нибудь другим. Потому что Гордаф не рассказывает Харикатху. И с 10 утра до 3 дня вы посещаете все храмы и предлагаете водичку во всех этих храмах. Да, я видел это. Когда я жил в Матхуре, была одна женщина, которая пришла к ним. Она приходила в 4 утра строго. Она начинала баре краму с Рангешир Махадева. У нее был сосуд с водой. С раннего утра, с 3 утра. Она отправилась на Мабене. И она приносила туда лото. Гордаф полной воды. У нее был рис, синдур. Она начинала с храма Рангешир Махадева. И она посещала все главные храмы в Матхуре. Там есть еще какой-то храм моненового дерева. Она посещала все места храмы в Матхуре. Кали, Канеш. Она не оставляла моненового храма. А как что-то можно пропустить? Потому что я не хочу никого заставлять страдать. То есть я никого... Она радовала всех полубогов. Так она шла во всех храмах. И она предлагала немножко водички. Есть также синдура. Также у нее был рисочек. И эти белые сладости. Как ботаса. Как это называется на белые сладости? Шугар. Такие вот эти шарики с сахарной, да? Время вроде пришло. В общем, что я хотела сказать. Это не бхакти. То, чем она занималась. Бхактика – это нечто другое. Не думайте, что вот Махарадж говорит, не нужно изучать татва-сиданту. Будем ее с чем-то другим. Даже если это вырубился. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Если вы погрузитесь в шастер-сиданту, ваш ум будет зафиксирован, тогда постепенно вы сможете вступить на путь Бхаджина. Субтитры создавал Daryan Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok